27 февраля свое 20-летие празднует хоровой ансамбль «Маркеловы голоса». И сегодня у нас есть замечательная возможность пообщаться с создателем коллектива Игорем Борисовичем Тюваевым. Игорь Борисович, каким ваш ансамбль подошел к своему юбилею для коллектива 20 лет? Это много или мало? Коллектив с одной стороны подошел очень зрелым, взрослым, 20-летним. С другой стороны, за последние годы произошло обновление коллектива. И это совершенно новый коллектив, новая формация, молодежный, перспективный, очень талантливый коллектив. Из первого состава в коллективе остался один человек, который работает уже 19 лет. Мне это даже трудно представить. В итоге он работает больше, чем я работал в этом коллективе, потому что я отлучался на несколько лет в Австрию. А Андрей Соколов работает с первого состава, который для меня очень дорог. В 1995 году, создав этот коллектив, из единомышленников, молодых ребят, вокалистов и дирижеров, которые были озадачены одной идеей – начать петь по-новому. Мы уже коснулись темы возраста. Если сравнивать с подобными коллективами, то Маркелова голоса – один из самых юных. Как так получилось? Если бы ко мне пришел сейчас пенсионер со светлым, ярким, красивейшим голосом, я бы ничего не сказал. Я бы взял, конечно. Но, конечно, установка на… Так как мы необычный хор, а это мы хоровой театр, мы всегда тяготеем к театрализованности определенной, где нужно когда-то и потанцевать, когда-то и попрыгать, когда-то и подвигаться, да, то, конечно, в первую очередь молодежь тяготеет к нам и тянется в наш состав. Плюс ко всему я сам, вы знаете, работаю в театральном институте, заведую кафедрой музыкального воспитания. И вот что новое в нашем составе в последнее время – это выпускники театрального института потянулись к нам и уже достигли такого уровня, что могут петь в нашем профессиональном локальном ансамбле. Какую программу подготовили зрителям к юбилейному концерту? В первом отделении прозвучат лучшие фрагменты наших духовных программ, русские духовные стихи и казачьи народные песни, которые мы очень редко слышим и, может быть, и никогда не слышали. Это древний, например, исторический вариант песни «Черный ворон», который совершенно нам неизвестен, или комические частушки под язык. Очень интересная интерпретация будет представлена нашей публике. Нам будут помогать народные инструменты. А во втором отделении мы подготовили программу из различных мюзиклов, рок-опер, опер современных модерн. И начнем мы второе отделение с фрагмента из культовой оперы Филиппа Гласа, современного американского минималиста, который называется «Эйнштейн на пляже». Это произведение уже 30 лет покоряет все сцены. Вот единственный коллектив в России, который исполняет это произведение, это ансамбль «Маркелова Голоса». Игорь Борисович, в преддверии юбилейного концерта мы посетили репетицию вашего коллектива. Давайте посмотрим. «Маркелова Голоса» Давайте поговорим о семье. Я знаю, что вы из музыкальной династии. Продолжат ли эту династию ваши дети? Я потомственный хоровой дирижер. И мой папа и моя мама были хоровыми дирижерами. Моя мама даже училась в Новосибирской консерватуре и какое-то время у Владимира Минина, нашего самого известного хорового дирижера российского. А что касается моих детей, то моему сыну скоро будет три года, Саша. И я вот вижу большой потенциал его в том, что он может быть вполне будущим музыкантом и, наверное, дирижером. Я все сделаю для того, чтобы он был хорошим хоровым, а может быть и симфоническим дирижером. Расскажите о планах вашего коллектива. Что зрителям ждать после юбилейного концерта? Отдыхать нам, как всегда, некогда. Мы начинаем сразу подготовку к дальнейшим проектам и к очередному концертному сезону. И ждет ряд интересных концертов, конечно, еще в этом сезоне. Например, программа под названием «Воображариум Элтон Джона», где будет концерт в конце апреля в Доме Ленина, где в первом отделении прозвучат фрагменты мюзикла «Король лев», который еще никогда у нас не звучал, о второй отделении рок-опери Элтон Джона «Аида». Игорь Борисович, я еще раз поздравляю вас с юбилеем вашего коллектива и желаю творческих успехов.